Привет всем! Сегодня будет достаточно объемный ролик о перспективе в рисовании, ее видах и применении. Я в целом хорошо знаю эту тему и могу вам немного рассказать, так скажем, поделиться опытом. На фоне будет спецплейнт-перевьюшки для ролика, который вы сейчас смотрите. Я знаю, что многие специально обходят тему перспективы стороной, считаю, что это очень сложно и непонятно. Но лучше не пропускать эту тему, ведь благодаря ей рисунки становятся круче и со стороны вы начинаете казаться профессионалом своего дела. Потому что, как я уже упомянула, вдалеку не все могут или хотят освоить перспективы в своих работах. Кстати, да, я почти не видела роликов про перспективы в рисовании от 15-летних анимешных девочек, по типу меня, а не от 40-летних дядей и учителей. Я против них, конечно, ничего не имею. Почти все эти видео были либо короткими и непонятными для новичков, либо огромными с кучей воды. Поэтому я попробую исправить эту ситуацию и сегодня вам приоткрою за навесу тань загадок, связанных с перспективой. Итак, усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки и напитки, а я начинаю. Сначала поговорим о прямой линейной перспективе, но перед этим объясню, что такое грани и ребра, чтобы вы не запутались. Это ребро у куба их всего 12 штук, а это грани. Грани у куба 6, 2 сверху и 2 снизу, а также 4 по бокам. Все, теперь вам будет чуть проще понять, о чем я буду далее говорить. Перед началом нужно запомнить важную вещь в рисовании перспективы, без которой вообще никуда. Чем дальше предмет от зрителя, тем ближе к горизонту и, соответственно, становится меньше в глазах зрителя. В общем, объект становится меньше, когда он от вас отдаляется. Начнем с простого. Итак, у нас есть квадрат. Мы видим два горизонтальных ребра и одну грань. Я специально вам их отметила. Добавляем линию горизонта. В данном случае она может быть, допустим, здесь и здесь. Мы видим куб чоптка спереди, поэтому проводим вертикальную линию через весь квадрат. Ставим точку на месте пересечения и сводим туда все линии. Дорисовываем остальные грани нашего куба. Вуаля! Теперь это объемная фигура. Стираем лишние линии для красоты, но для лучшего усваивания информации стоит некоторое время не убирать вспомогательные линии, ведь так вы не запутаетесь. Теперь сложнее поговорим о том, как рисовать куб, если он повернут к нам одним ребром. Рисуем то самое ребро, которое расположено к нам ближе всего. Ставим точку на линии горизонта, как, например, здесь, и соединяем. Потом ставим еще одну точку на горизонте и проводим линию. Зачем? Эта точка нужна нам для второй грани, ведь мы видим две грани и одно ребро. Не забываем, они обе подчиняются линии горизонта. Кстати, да, одна из граней может быть меньше второй, это абсолютно нормально. Я вам выделила грани и ребра, чтобы было проще понять. Да, справа тот же куб, но он повернут к нам уже против часовой стрелки. Теперь окончательно соединяем все ребра с точками, что получилось суммарно 4 горизонтальные и 2 вертикальные грани. Думаю, вы окончательно запутались, но ничего страшного, я сотру вспомогательные линии и теперь станет чуточку понятней. Зеленым выделены ребра, которые находятся к нам ближе всего. Красным выделены ребра, которые находятся дальше всего от зрителя. И показалось стрелочками, куда должны идти линии, чтобы вышла правильная перспектива. Фух, а теперь поговорим об обратной перспективе. Сейчас мы с вами рисовали правильную перспективу, когда объект с отдалением от зрителя становится все меньше. Но что такое неправильная перспектива и как она выглядит? Это не объект другой формы, нет, это тот же куб, но он неверный. Как видите, линии идут вообще в другую сторону и они не подчиняются линии горизонта. Прошу, никогда не делайте так, как изображено на экране. Линии должны сужаться, а не расходиться. Справа правильный вариант, как должно быть. А теперь взгляните на это. Вас ничего не смущает? Отвечу за вас. Эта ближайшая к нам грань тоже должна подчиняться линии горизонта, поэтому и этот вариант тоже неверный. Кстати, да, я очень часто совершала подобную ошибку. Разобрались. А теперь поговорим об очень популярной проблеме художников, которые не особо хотели сталкиваться с перспективой и старались избегать изучения этой темы. Дам вашему мозгу переварить информацию. Так, минутка спонсора. Спонсором сегодняшнего ролика по классике является мой инстаграм. Там сейчас проходит конкурс совместно с одной художницей. Задача нарисовать этот арт призовых вместо всего три. Успейте поучаствовать, конкурс длится всего месяц. Ссылочка будет в описании. Такс, даю вам на раздумья 5 секунд, чтобы понять, что с этим рисунком не так. Итак, персонаж выглядит так, будто он с вами стоит на уровне ваших же глаз, что абсолютно неуместно и этого не может быть ни при каких обстоятельствах. Справа я нарисовала так, как бы этот несуразный рисунок выглядел со стороны. По крайней мере, предположила. Другого логического объяснения этому нет. Теперь я покажу правильные варианты. Слева вариант, где мы наконец-то ставим персонажа так, как надо в пространстве. Теперь он действительно выглядит так, будто стоит на земле, а не оперся головой об стену, или как это вообще можно было адекватно объяснить. Справа мы видим персонажа на уровне наших глаз, а соответственно и фон тоже. Так что теперь все правильно. Теперь поговорим о воздушной перспективе и тональной перспективе. Эти темы крайне тесно переплетаются, поэтому свела все к одному пункту. Цитирую. Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. На экране вы можете видеть примеры воздушной перспективы в природе. Как применять подобную перспективу в рисунках? Да, крайне просто, например, как здесь. Персонажи просто уменьшаются, когда приближаются к линии горизонта. Также они начинают набывать тех же цветов, что и фон. Примеры разного фона с применением воздушной перспективы на экране. Небольшой бонус вам. Я выложу этот рисунок в своем телеграм-канале в хорошем качестве и закреплю пост, чтобы все желающие могли посмотреть в любой момент. Что ж, я постаралась очень коротко и относительно просто рассказать о базовой перспективе. Я специально не упоминала панорамную, эпилептическую, сферическую и перцептивную перспективы. Мой ролик был кратким экскурсом по самым распространенным типам перспектив, но он не заменит вам уроки по художке, хоть я и все-таки попробовала рассказать вам базовые вещи. Если в ролике было что-то неверно, то можете поправить меня в комментариях. Я, к сожалению или к счастью, не учитель, хоть и окончила 7 лет художки. Нашла, конечно, чем хвастаться. Что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь, теперь вы перестанете бояться добавлять фона и будете чаще рисовать полноценки с использованием перспективы. Ну и до новых встреч на этом канале. Забыла добавить. Огромное спасибо за 7000 подписчиков. Я вас люблю.